В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией как в России, так и в республике достаточно стабильна. Но, как утверждают специалисты, расслабляться еще рано. В частности, на это указывает горький опыт в других странах. Как уже отмечалось не раз, единственным средством остановить пандемию является вакцинация. Мы побеседовали с заместителем директора Игнатьевской школы, которая одна из первых сделала прививку от коронавируса. Когда я узнала, что вакцина действительно уже стала доступной, и тем более уже и в нашем районе появилась, ну, я отдала согласие, но я не думала даже, что так быстро можно будет сделать вакцинацию. В декабре первый этап я прошла, а потом же, соответственно, через определенное время и вторую часть. Вот ты не боялась там каких-то побольше? Если честно, я больше боялась, наверное, заболеть. Потому что последствия после болезни я видела у своих родных, слышала и по телевизору показывали. Там уже последствия были уже не только такие вот легкие, но и летальным исходом. Поэтому для меня, наверное, было больше обезопасить своих детей, своих близких. За счет того, что я сделаю вакцину, я бы, ну, как думала, что я защищаю их и тоже. Тем самым осознанно сделала этот шаг. Вот как ты себя чувствовала после вакцинации, после первой, второй? Первую вакцинацию прошла нормально. Чувствовала себя даже, можно сказать, нормально. Обычное состояние, никаких симптомов, ничего не было. И, соответственно, вторую тоже. Нужно бояться болезни самой, которая несет в себе вот эти все последствия. А то, что вакцина доступная, им она может защитить. Мне кажется, каждый человек осознанно должен уже подумать и сделать выбор. Это обезопасит не только себя, но и своих близких, родных, детей. Это защита. Я буду уверена, что через меня они не, ну, не подступится эта зараза в мою семью. Поэтому я говорю всем людям, не надо бояться, надо делать. И уже осознанно, пока вот прививочная кампания вот это проходит, пока есть возможность, действительно надо прививаться. Продолжение следует... Продолжение следует...